Я даже не знаю, с чего начать это видео, потому что в этом видео все плохо. Ну окей, ладно, не все плохо, может быть, но это видео явно из разряда, знаете, ожиданий и реальность. И речь сегодня пойдет о моем заказе с сайта NewsChic. Даже два заказа я там оформила, то есть два шанса было у этого сайта. К сожалению, большинством товаров, которые я получила с этого сайта, я осталась недовольна. Буду вам объяснять почему, и я думаю, это видео будет полезно для тех, кто в принципе любит покупать где-то на китайских сайтах вещи. И я уже по своему опыту просто поняла, что есть сайты типа а-ля премиум класса, и там вот именно нормальные вещи. То есть не то, что они там премиум класс, они просто как бы в нашем обычном понимании нормального качества. А есть сайты вот просто сайты, откуда приходит такая русская рулетка. Ладно, давайте, наверное, приступать. Я, наверное, начну с самого хорошего, что вы увидите в этом видео, и это со свитшота, который сейчас на мне. Я уже недавно его надевала и снимала в нем видео, было несколько вопросов, что это такое, что это за свитшот. В принципе, он неплохой, я не могу сказать, что он плохой. Единственное, он тонковат, то есть вот эта ткань сама хлопковая, хорошо хотя бы она хлопковая. В целом, как бы глобальных претензий у меня к этому свитшоту нет, но он очень тонкий. То есть за те деньги, за которые он продается на этом сайте, я рассчитывала, что будет это такой, знаете, как плюшевый такой ватный, очень толстый такой теплый свитшот, а я получила такую больше, знаете, тряпочку такую, которая сшита. Причем, ну, как бы в некоторых местах там торчат нитки, ну, вот что-то вот такое. То есть дальше хочу показать вам два бралета. Они, в принципе, одинаковые модели, только один вот такой вот бежевый, а второй вот полностью черный. Абсолютно одинаково они выглядят. В целом, в целом, за те деньги, за которые продается этот бралет, он неплох. Единственное, берите побольше размер, потому что вот это, если я правильно помню, ну, и опять-таки, видите, вот там всякие нитки с него торчат. То есть, ну, этот хотя бы стоит недорого. То за эти деньги его, в принципе, я могла бы рекомендовать, за эти деньги его можно взять. Тем более, в основном, в принципе, такие бралеты, они только ради лямок, да, чтобы где-то там торчала лямочка, или где-то там просвечивающаяся какая-то блузка у вас, и, может быть, где-то там слегка заиграет этот бралет. Ну, в целом, нормально, но берите размер побольше, потому что вот это, к сожалению, один из сайтов, который с размером, знаете, фиг попадешь. Я вот взяла вот это, и оно на меня маленькое, хотя у меня, в принципе, вот грудная клетка вот здесь вот сверху, она очень такая вот тоненькая. Поэтому то, что вот это на меня маленькое, говорит о том, что вот это будет как раз, наверное, либо подросткам, либо, я не знаю даже кому, китайцам, наверное. Дальше будет вещь, которая из разряда, знаете, ахтунг, ахтунг, вы были предупреждены. И что самое ужасное здесь, вот именно я протупила, потому что я не посмотрела состав вещей. Я всегда на китайских сайтах всегда об этом говорю, всегда рекомендую, смотрите составы, потому что если состав там какой-то там полипропилен или что-то вот в этом духе, то не берите просто эти вещи, потому что это будет просто кошмар. Но меня как-то вот зазомбировала фотография этой вещи на модели, мне она так понравилась, я думаю, о, так стильно, прикольно, элегантно. Если, в принципе, посмотреть примерку этой вещи, то еще вот как бы для фоточки как бы в инстаграм можно сделать стильно, но вы не представляете, скольких усилий мне стоило эту блузку как-то на себе вот так вот преподнести, чтобы вам ее показать, и при этом она с меня не свалилась, не провисла, нигде не задралась, ну, короче. Во-первых, она на меня большая, я взяла размер М, и она на меня оказалась большая, значит, надо было брать С, но на китайских сайтах обычно С на меня супер маленький, поэтому я беру М и всегда надеюсь, может быть, как раз будет как раз. Но здесь М на меня большой почему-то оказался, ну, ладно бы дело было только в размере, я бы еще тогда постаралась как-то на себя это посадить, там, на скотч, ужаться, подвязать, там, я не знаю. Но этот материал это просто что-то, это пакет на себя оденете, вот приблизительно такой же эффект получите. Супер мега синтетика, которая вот такая вот прям, я не знаю, действительно как пластиковая по ощущению. И я вот только что так задумалась, надеюсь, у вас после этого видео вообще не отпадет желание покупать что-то на китайских сайтах, потому что китайские сайты на самом деле есть и очень классные, и даже, в принципе, и на этом сайте наверняка есть хорошие вещи, просто нужно на них удачно попадать и, наверное, больше покупать по отзывам. И даже когда цена вещи вас, в принципе, устраивает, не забывайте, что еще можно экономить, и на китайских сайтах можно экономить, и на многих других сайтах можно экономить. Я уже сто раз об этом говорила, пользуйтесь кэшбэк-сервисами для того, чтобы дополнительно получать скидки на ваши заказы. На самом деле, почему бы и нет, потому что мне кажется, что в современном мире глупо шопиться в интернет-магазинах и не пользоваться кэшбэком, потому что это просто деньги, ваши же деньги вам приходят обратно, поэтому почему бы и нет. И я хочу вам посоветовать кэшбэк-сервис giga.ru. Вы найдете на нем массу магазинов и далеко не только косметических, но самое главное, с 29 по 31 января на сервисе стартует потрясающая акция. Кэшбэк увеличивается аж на 50%, при этом на первую покупку сервис дарит премиум аккаунт и плюс 30% ставки кэшбэк. Поэтому сейчас самое удачное время, чтобы сделать покупки максимально выгодно. Чтобы вы не запланировали покупку на китайском сайте, пополнить свою коллекцию косметики или купить билеты и улететь в отпуск, делайте это прямо сейчас. Ссылку на сервис я оставлю в описании. Так что теперь, когда вы знаете об этой крутой акции, планируйте свои покупки, если вы что-то хотели заказать, вот сейчас вот просто самое время. И давайте я буду заканчивать это видео. У меня еще три вещи, нет, даже чуть-чуть больше, но они в принципе много времени не займут. Этот заказ в принципе с натяжкой меня даже устроил бы, если бы это мне все подошло по размеру. Ой, размер, это конечно вообще печаль с этого магазина на самом деле, потому что вот именно с размерами здесь огромная проблема. Заказала я вот такие вот кроссовки, вообще планировала их заказывать для своего мужа. По сайту мы определили, что у него вот этот вот должен быть размер, но они пришли ему просто гигантский. То есть он в них просто утопает и здесь написано размер 44, но до 44 он точно не дотягивает, это скорее всего где-то размер 42 наш. Вот так вот приблизительно, а у моего мужа нога очень маленькая, у него где-то приблизительно наверное 40, где-то вот так вот его нога. Поэтому в этом 44, который наш где-то 42-43, он туда погружается просто как в клоунские туфли. В принципе если просто посмотреть на кроссовки, они неплохого качества. Вот мы ему хотели взять на лето, то есть вы понимаете с какого времени это еще заказ, это я еще с лета вам их не показывала. Они мне пришли по-моему в сентябре, вот я только вот добралась до этого видео, кошмар вообще, блогер года блин. Так вот, качество в принципе неплохое, он их не носил, то есть они идеально новые, я не знаю развалятся они через 5 минут или наоборот в них можно будет ходить там годами. Скорее всего на сезон, на 2 сезона их точно хватит и в принципе симпатично, вот согласитесь, нормально они выглядят такие вот как летние кроссовки, тряпочные, как в сеточку немножко, симпатичные вполне, если бы не проблема с размером, я думаю он бы их носил 100%. Еще 2 пары обуви я взяла для себя и здесь нужна небольшая предыстория, у нас с мужем рост одинаковый, поэтому на каблуках я не особо хожу и в принципе меня это абсолютно никак не заботит, потому что я каблуки не люблю. И вот, я сталкиваюсь с той проблемой, что вот под какие-то более красивые наряды, я не могу понятное дело носить кроссовки или какую-то casual обувь, поэтому я всегда в поисках вот чего-то на низком ходу, но чтобы при этом это выглядело более празднично и нарядно. И вот именно для этих целей я заказала вот эти вот, даже не знаю как их обозвать, наверное балетки, да, это можно назвать, черного цвета, мне очень нравится как они выглядят, вот вообще вот прям вот супер, мне все нравится, они так вот слегка вот так вот поблескивают, у них есть вот такой вот деликатный как, ну не шиммер, да, это вот чисто ткань такая более, более блестящая, ну то есть на ноге они смотрелись бы красиво, если бы я туда могла всунуть свою лапу. Проблема в том, что я заказала самый большой размер, который там только был, но на меня они оказались все равно маленькими, у меня приблизительно 39,5, вот если брать американский размер, я всегда беру девятку, и девятка на мне всегда просто идеально вообще сидит, наши размеры я беру либо 39, либо 40, там в зависимости от того как модель, там как сядет в общем-то, поэтому я нацелилась на самый большой размер, который был на сайте, причем там в таком размере большом мало обуви есть, и вот я могу точно сказать, что вот эти балетки, они где-то ну 38, наверное, то есть я в них могу всунуться, но у меня нога там просто такая, и еще одни балетки из такой же оперы, только они светлые, они такие светло-светло-золотистые, тоже в принципе очень симпатичные, по качеству они хуже, чем черные, то есть если вы можете найти свой размер, то черные я бы вам рекомендовала, вот эти немножко мне знаете пришли, такие как тапки, они ну меньше держат форму и как-то менее элегантно тоже смотрятся на ноге, опять-таки проблема абсолютно та же, поэтому сразу небольшая вам такая пометочка, что с этого сайта размер максимум где-то наверное 38, если вы будете брать самый большой размер обуви женской, то максимум рассчитывайте где-то на 38. И последнее, что мне с этого сайта попалось, и я решила это докинуть в корзину, это вот такой вот акриловый кейс, и это я конкретно заказала для того, чтобы ватные диски складывать сюда и ватные палочки, ватные диски у меня сейчас закончились, поэтому не могу их вам тут продемонстрировать, но ватные палочки вот сюда входят как раз идеально по размеру, и ватные диски тоже в принципе вот так вот идеально сюда входят по размеру. Единственное, этот кейс мне пришел слегка испорченным, потому что здесь вообще такая еще крышечка должна быть, но эта крышечка пришла сломанная, поэтому я как бы вот без крышечки пользуюсь этой штукой. Ну вот в принципе и все, рассказала я вам о своем фиаско заказе, конечно может быть это излишне драматично, но в то же время у меня уже давно не было такого, чтобы вот из всего заказа понравилась буквально там одна или две вещи. Но перед тем как я уйду, напомню вам, что обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны, и если вы уже на всех кэшбэк сервисах зарегистрированы, то вот вам два видео на выбор, выбирайте, смотрите. Ну и у меня в принципе все, и мы с вами увидимся в следующих моих видео.